ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это последний ящик, босс. Я знаю. Часть бутылок я лет десять хранил. Но нам нужны деньги. Так что увозить. Вы слышали. Загружайте. Как дела, парни? Босс, что говорят о нашем дельце Сальваторе? Молодец, Столм. У Гелотти ничего на нас нет. Мы выиграли время. И все же, пока мы на миле. Погодите, рано отчаиваться, босс. Сэм говорит, ты что-то придумал? Да. Вам это понравится. Подзаработаем деньжат, а заодно и мореллы пинка дадим. Ладно, выкладывай. Пару недель назад отдыхал я, значит, в курилке в голубых тропе. Где? Да, небольшой бордель. Пара номеров с матрасами прямо на полу. Клубля джетельмен. С баром и всем прочим. В общем, один клиент надрался. И начал плакать самодам о своих бедах. Меня насторожил его забавный акцент. И вот он все ныл и ныл, мол, должен был получить кучу бабок. А бандиты, на которых он работал, кинули его. И вместо денег у него сломанный нос. Ты за него заплатил? Вот еще. Но я помог ему уйти. И пригласил Забегаловку по соседству. Мы разговорились. Я узнал, что его зовут Гейтс. И этот хрен из Кентукки. Самогонщик? Лучше. У его отца пара неплохих вискарин. А теперь угадайте-ка, с кем они ведут дела в нашем городе. Морелла. Думаешь, Гейтс пойдет против него? Еще как. Я здорово его обработал, босс. Сегодня он привозит новую партию. Но все его ребята уже готовы провернуть дело. Нам всего лишь нужно обставить это как ограбление. Не знаю, Полли. Ты правда ему доверяешь? Он очень зол на Морелла, это факт. А других вариантов у нас нет. Мы и так последний хер без ссори доедаем. Что думаешь, Том? Канадцам нужна замена. Если Полли уверен насчет Гейтса, я за. Где встреча? Большая парковка в центре города. Ладно, вперед. Только на этот раз не надо играть в героев. Карло и Малыш Билл с вами. Сделаем, босс. Возьмете грузовик и гоните сюда. Мы не подведем, босс. Я не хочу пожалеть о том, что отпускаю тебя с парнями, Карло. Не волнуйтесь за меня. Не буду. Для волнения у меня есть Томми. Я сберегу вашего шофера, босс. Удачи, парни. Сэм и Малыш Билл будут ждать нас в центре. Карло, ты как? Похоже, ты малость обосрался. Да пошел. Наконец-то тебя отпустили поиграть со взрослыми, а? Слушай ты, я с Тодом чаще вирус, чем мы все вместе взяты. Ага, сидишь на крылечке, пока он со своей девкой забавляется. Если не хотите меня брать на здоровье, боссу об этом знать не обязательно. Босс сказал, чтобы ты был с нами, значит, ты с нами. Просто видок у тебя будто погулять вышел. Не хочу, чтобы Гейтс считал нас хлюпиками. А чего Гейтс зол на Морелло? Когда Гейтс пригнал сюда товар, Морелло решил поменять условия. И своими же руками сломал Гейтсу нос в ходе переговоров. Если Морелло про нас узнает, сломанным носом Гейтс не обойдется. Вот поэтому мы все обставим как налет. Потом Гейтс вернется к папаше и поплачется, как его держали на мушке. Так он убедит старика, что Морелло не в состоянии защитить товар. Значит, им нужен новый покупатель. Достойный гражданин по фамилии Сальери. Херовый план, Топ. Поле вчера мне все рассказал, и за день он стал только хур. Эй, когда начнешь добывать для босса на лодке, а не только по городу его гадать, тогда и будешь придираться. Ясно тебе? А пока рот закрой. Вот так. Ой, да как скажешь. Когда Морелло придет за тобой, мне не жалуйся. Ты серьезно? Ты, сука, серьезно? Так, парни, хорош. О, Господи. Все, обойди на аэропорту. Присупник, пишет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я здесь часто дела веду. Парковщик берет немного бабла. Всегда закрывается, пока я не закончу. Так, вы на месте. Яйц ждет на последнем этаже. Все, пошли. Вроде тут никого. Машины есть у тех, кто работает. С девяти до пяти тут всегда пусто. Мы тоже работаем, но мы тут. У нас особая работа. Поле, ты что-нибудь еще знаешь о Гейте? Только то, что у него сломан нос и целая машина крутого пойла. Наш человек. Наш человек. Останови тут. Поле, рад видеть, дружище. Да, взаимно, Гейт. Ну, надеюсь, вы понимаете толк виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми. О, да, хороший. Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет еще. И с каждым заказом будет все больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады поработать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему мое почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. Кирилл, поле! Нет, нет! Все нормально. А что? Разве ограбление не должно выглядеть убедительно? В этом городе мой чертов носера совсем скривится. Не волнуйся, парень. Уверен, с такими деньжищами ты запросто купишь себе новое. Берегись! Черт, как сука! Черт, забери сборки! Береги нас! Сука! Куда эти сволочи узнали? Так ты язык за зубами держать не умеешь. Есть пульус лови. Все не так уж и плохо. Берите бухло и валите. Мои парни заберут меня. Вперед! Если расчистите дорогу, нам с малышом тут ничего не грозит. Карлов, кабину! Мертвы ты нам ни к чему. Томми, это еще не конец. Готовься, там будут еще. Я тебя прикрою! Вперед! Если расчистите дорогу, нам с малышом тут ничего не грозит. Томми, это еще не грозит. Парни, снова они! Пока они стреляют, они позвали остальных! Укройте! Показание уже кончится! Они позвали остальных уже! Они кого взяли? Зацени! Укройте! Укройте! Перезаряжаю! Эй, я здесь. Где этот Морозок? Все сюда, живо! Все, попался! Грузовик тут не пройдет! Нужно потужить! Ничего не душите, или хоть кто-то! На потолке есть брызгалки! Надо их включить! Здесь должен быть какой-нибудь кран! Здесь можно как-то пробраться! Кто мне нужен путь? Я останусь с грузовиком! Эй, сюда! Сколько крови! Ох, так и льется! И как-то шесть. Это было мощно. Я еще чувствую жар на лице. Господи. Далеко не отходите, ребята. Охраняйте бухлом. Я сразу заварю. Увидите, кого-то стреляет. Вижу его. Девушки отдыхают. А этот козел где прятался, бать его! Девушки отдыхают. 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 Морала отправил за нами еще ребят. Еще одна тачка прямо за грузовиком. Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают